Внимание! В этом видео будут слышны различные звуки детей, звуки дороги, шум ветра, поэтому прошу не обращать на это внимания, так как это видео снималось на улице. Прошу прощения, всем приятного просмотра! Всем привет, ребята! С вами я, Джама, и сегодня мы с моей подругой Сабриной. Всем привет! Снимаем тэг, который называется «Лучшие друзья». В общем, в этом видео мы будем отвечать на вопросы из группы ВКонтакте, а если вы хотите участвовать в моем вопрос-ответе, пишите мне вопросы в Ласке, в инстаграме, так же ВКонтакте. Так что, поехали! Вопрос, со какими лет вы дружите? Мы дружим где-то с пяти лет, потому что я переехала сюда, по-моему, в 2010 году, я сюда переехала, по-моему, и мы начали в пять лет уже дружить. Вот. Первый вопрос, как вы познакомились? Я не знаю, как вы на самом деле познакомились, потому что я помню только отрывочно. Я свое детство так особо, чтобы помнить каждый момент из своего детства, я и так нет. Мне кажется, что мы с Абриной познакомились, что она каталась на роликах, она упала и расшибла себе коленку. И потом я помогла ей, и мы пошли с ней вместе домой. И так мы с ней начали дружить, короче, что-то типа этого. Второй вопрос, самое яркое воспоминание. Самое яркое воспоминание, когда у Сабрины было день рождения, и она не хотела праздновать, но я ее заставила, и мы с ней вместе пошли в кафе. И очень долгое время, как бы, тсили, короче, в общем, это самое яркое воспоминание с нашей с ней. Четвертый вопрос, ночевали ли вы у друг друга, и если да, то что вы делали? Нет, мы не ночевали друг у друга, хотя мы живем в одном дворе, но почему-то это никогда не... Ну, не получалось, почему-то не думали. Отдыхали ли вы где-нибудь вместе? Нет. Отдыхали? Что, самое главное качество, которое вы видите, Соня, в своих подруге-друге? Мне кажется, что Сабрина вот... Добрая. И сейчас Сабрина такая... Мне кажется, что Сабрина очень веселая, и всегда, ну, веселая. Все равно. Добрая. Нет, просто мне кажется, что она всегда веселая, и всегда можешь в любую грустную минутку так сделать веселой. Понятно. Оптимистка. А ты... А мне кажется, что Джамиля... Добренькая. Добренькая. Хотя она меня иногда бьет. Но она добренькая. Я думаю, что... Это я добренькая. Думаю, что то, что она добрая, то, что она... Позитивная. Позитивная. Ой. Ну, нет. Да. Что? Пожалуйста, дай камеру. Я с радостью, у меня рука не мела. Короче, то, что она добрая, позитивная, то, что она не грустит, ну, хотя бывает, но не грустит. Ну, в общем, мы отвезли к этому вопросу. Хотели ли вы жить в одном доме? Ну... Ну... Как сказать? Наверное. Да? Наверное, вы хотели... Ну, мне кажется, что если бы я жила с ней... Я не выживу с ней просто. Просто не представляете, как я сплю, поэтому она не бы живет. Мне просто кажется, вот я такой человек, что, ну, я, бывает, что очень скучаю по кому-то, потом встречусь с ним, буду очень долгое время с этим человеком, а потом он мне так надоедает, что я говорю просто на какое-то, и ты меня вообще, вот, просто пол, вот, вот, реально мне надоедает человек. Ну, мне кажется, что если бы мы с Сабриной жили вместе, я бы ее убила, потому что она бы мне надоела, она бы мне надоела. Не, я реально бы грохнула Сабрину, если бы мы с ней жили в одном доме. Восьмой сезон. Восьмой сезон. Мы смотрим восьмой сезон дневников «Вампира». Смотрим. Точнее, досмотрели. Да. Поднимаем веки. Да блин, какой сезон! Восьмой вопрос. Ваша общая мечта. Какая твоя общая? Ваша общая мечта. Заказать вещи с изюмами. Короче, следующий вопрос. Девятый вопрос. Какая песня напоминает вам ваш труд? Заказать вещи с изюмами. Девятый вопрос. Живите всегда... Мне кажется, что... Я вот скажу тебе... Я вообще вот скажу тебе... Да, потому что свое мнение... Многие говорят, что, типа, друзья со школы всегда останутся, но я в это не верю. Не знаю почему, как-то... Ну, не всегда... Просто, мне кажется, что... Ну... Я, например, хочу остаться жить в Москве. Не факт, что... Я буду там. Да, мы думаем, что Сабрина будет жить в Москве, там, и будем вечно дружить. Ну, пока что мы дружим, и... Мне кажется, что... Задумываться о будущем пока что еще рано. Да. Слова Джилини. А? Слова Джилини. Да. Запомните. Да. Ну, просто, мне кажется, что нужно всегда жить сегодняшним днем, и не думать, что будет завтра. Да. В общем... В общем, на сегодня это было все. Если вам понравилось наше совместное видео с Сабриной. Если вы хотите видео побольше с новыми друзьями, хотите видео на улице, ставьте палец вверх, пишите в комментариях. Опять-таки, закрывайте свои вопросы, чтобы я заняла вопрос-ответ. Ну, не забывайте. Не забывайте. Так, не забывайте. Все подробности и ссылочки в описании. Всем пока. Я вас всех очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok